Мой долг наказать его. Я исполню свой долг. Завтра все мальчики будут отдыхать, завтра воскресенье, а я его заставлю работать. В последнее время народная артистка Екатерина Васильева очень редко снимается в кино и появляется на экранах. Это породило массу слухов. Говорили, что актриса отреклась от мирской жизни и ушла в монастырь, что её погубили вредные привычки, что она уехала за границу и тому подобное. На самом деле это не соответствует действительности, хотя Васильева признают, что в молодости совершила немало ошибок, за которые сейчас глубоко раскаивается. Она уже не молода и очень набожна, но это не мешает ей работать и доставлять радость своим многочисленным поклонникам. Что не может себе простить знаменитая актриса? Ошибки молодости и покаяния Екатерины Васильевой. Екатерина появилась на свет 15 августа 1945 года в семье известного поэта Сергея Васильева. Немногие знают о том, что у неё был и ещё один знаменитый родственник. Легендарный педагог с мировым именем Антон Макаренко, которому она приходилась внучатой племянницей. Её дед по материнской линии был его родным братом. Родители Екатерины развелись, когда ей было 12 лет. Чтобы помочь матери, она начала работать на почте, а по вечерам занималась тем, к чему лежала душа – посещала театральную студию. Благодаря этим занятиям и, конечно, своей одарённости и магнетическому обаянию, Васильева без труда поступила во ВГИК с первой же попытки. Она всегда была особенной, яркой, абсолютно уверенной в себе, с внутренним стержнем и высоким уровнем свободы. Девчонки-однокурсницы завидовали, мальчишки рабели и мечтали получить благосклонность от королевишны. Она же делала вид, что не понимает своей власти над людьми. Красивой Васильеву назвать было нельзя, но она входила в аудиторию, и взгляды тут же приковывались к этой рыжей. Уже в 20 лет она сыграет главную роль в киноленте «На завтрашней улице». Да так талантлива, что молодую студентку засыплют предложениями о новых ролях. В 22 года Васильева окончила ВГИК и начала выступать на театральной сцене. Но первая популярность пришла к ней спустя почти 10 лет, когда на экраны вышла «Соломенная шляпка». И эта киноработа стала ее визитной карточкой и принесла ей всесоюзную славу. Эмиль, у нас мало времени, сократим этот визит. Сударыня, максимально сократим визит, пожалуйста. После этого режиссеры засыпали ее новыми предложениями, и Васильева сыграла свои лучшие роли в кино. «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «С любимыми не расставайтесь», «Приключения Тома Сойера и Геккельбери Финна», «Чародеи», «Визит дамы» и другие. Хотя фильмы с ее участием стали признанной классикой советского кино, актриса позже призналась, что на самом деле никогда не любила кинематограф так, как театр. И снималась только в погоне за славой и материальным благополучием. Актриса признается, что в молодости ей сложно было избежать соблазнов, и она совершила немало ошибок, о которых теперь жалеет. Все, кто помнил ее по институту, рассказывали, что она постоянно дымила, много пила и ругалась, как грузчики в порту. Васильева блистала на экранах. Слава, как советское шампанское, кружила голову, и без нее не обходилась ни одна актерская вечеринка. Актриса не только позволяла себе выпить лишнего, но и крутила романы за спиной у супруга, режиссера Сергея Соловьева. Влюбленный по уши в супругу Соловьев был готов закрыть глаза на измены, только бы сохранить семью. Но Екатерине этот первый немного сумбурный брак как будто жал в плечах. Вскоре она встретила нового мужчину. Драматурга Михаила Рощина. Это было попадание с первого раза. Стрела в сердце. Теперь она влюбилась, как девчонка. Этот страстный роман пылал пожарами несколько лет. И в конце концов оба оставили семьи, чтобы создать свою. Она еще была замужем за Соловьевым, когда узнала, что ждет ребенка от Рощина. Васильева пропадала часами на съемках, не обращая внимания на претензии мужа, требовавшего больше времени уделять семье. Единственное, что ее беспокоило, как себя чувствует ее сын Митя. Ради мальчика звезда была готова свернуть горы. И в очередной раз круто изменить свою жизнь. И изменила. Осознав, что Любовь ушла, и в браке с Рощином она будет несчастлива, Васильева подала на развод. Любовь прожила пять лет и выдохлась. У драматурга же была более щекотливая версия. Брак распался из-за дурного нрава артистки, ее несносного характера, эгоизма и вечного недовольства бытов. А еще из-за пристрастия супруги к бутылке. Рощин уверял, что супруга беспробудно пила. И, судя по всему, в словах мужчины была доля истины. Позже актриса признавалась, что оба ее брака распались именно по ее вине. И если Сергей Соловьев всегда отзывался о ней с уважением и восхищением, то Михаил Рощин долгое время держал на нее обиду. Он называл Васильеву неисправимой эгоисткой, человеком необычайного таланта и такого же дурного нрава. И говорил, что все ее достоинства перечеркивает несносный характер. Такова судьба. Васильева не только не смогла найти свое личное счастье, но и разрушила счастье сына. Дмитрий Рощин, как и ожидалось, пошел по стопам матери. И во ВГИКе познакомился с актрисой и своей большой любовью Еленой Кориковой. Долгое время он не решался представить избранницу звездной родительницы, опасаясь ее буйного нрава. Но когда девушка сообщила о своей беременности, отбросил все сомнения. Реакция Васильевой была подобна буре в пустыне. Она не оставила молодым ни единого шанса, обозвав невесту охотницей за московской пропиской и благополучием. Брака не случилось. Своего сына Арсения Корикова воспитала сама, не требуя ни у знаменитой бабушки, ни у экс-возлюбленного никакой помощи. Но, видимо, это событие тяжелым грузом легло на душу Васильевой. Еще в начале 90-х годов появились слухи о том, что знаменитая актриса оставила профессию и ушла в монастырь. На самом деле все было так. Когда сыну Екатерины было два года, он заболел, у него подскочила температура. А семья тогда снимала дачу за городом, и разыскивать врача пришлось в поселке посреди ночи. Так актриса познакомилась с врачом Екатериной Трубецкой, которая всю жизнь была верующим человеком и приобщила к вере Васильеву. Благодаря новой знакомой у актрисы появился духовный наставник. Тогда актриса словно нашла то, что долго искала. То, что было недоступно во времена СССР. Васильева говорила, «Четыре поколения моих сограждан оказались оторванными от жизненно важных духовных основ. Ведь если бы я была крещена от рождения и хоть что-то в религиозном плане соображала, вся моя жизнь прошла бы по-другому, и я не натворила бы столько грехов. Все, что я сделала в своей жизни до крещения, все было абсолютно неправильно». У людей верующих есть те самые ориентиры, которые позволяют преодолевать постоянные житейские трудности с гораздо меньшими потерями. Сегодня Васильева ни одного серьезного шага в своей жизни не делает без благословения своего духовника. Именно он и отговорил ее 20 лет назад от решения уйти в монастырь, когда у нее впервые появились такие мысли. Он объяснил ей, что на такой шаг может пойти только тот человек, у которого нет прямых обязанностей в миру. А мать актрисы тогда нуждалась в ее помощи и заботе. К тому же духовник заверял актрису в том, что молиться и праведно жить можно и не в монастыре. В настоящее время Васильева продолжает трудиться в храме святого Антипа в качестве казначея. Туда же настоятелем был определён и ее единственный сын, а ныне протоиерей и настоятель храма Дмитрий. Актриса полностью согласна сынам по поводу выбранного пути и считает, что это большая честь и благословение Божье. Сын Васильевой женился на Любови, дочери скульптора Вячеслава Клыкова, и уже стал отцом семерых детей. Именно это обстоятельство повлияло на решение актрисы снова вернуться в профессию. Она должна помочь многочисленному семейству материально. В наши дни Васильева продолжает время от времени сниматься в кино и участвует в антрепризных спектаклях, если получает благословение духовника на ту или иную роль. Актриса сожалеет только об одном. О том, что не пришла к Богу раньше. Иначе не разрушила бы сама свои браки, не отказывалась бы от рождения нескольких детей, не предавала бы близких и не оказалась бы во власти вредной привычки. Она не боится уйти из жизни, переживая лишь о том, чтобы успеть покаяться во всех своих грехах и вымолить прощение.